Спасибо, что пригласили в Деловой Крестьянин рассказать об опыте этого года. Я хочу сказать, что я представляю не только НПО и Биоцентр, директором которого я являюсь. Я являюсь председателем агрокомитета в Национальной технологической палате. Одновременно я являюсь главным агрономом и начальником отдела агротехнологии в российском казачестве. В связи с этим мне приходится ездить по всей стране, от Крыма до Красноярска. Я знаю реальную ситуацию на полях, что там происходит, что говорят люди. Я могу анализировать опыт, мы делаем определенные рекомендации, и мы стараемся эти рекомендации каким-то образом советовать. Пусть здесь звучит слово применение биопрепаратов, стимикс, но уж коль так была сформулирована тема моими сотрудниками, но я хочу рассказать и рассмотреть проблему несколько шире. Во-первых, существуют два подхода в растеневодстве. Препаративный подход и агротехнологический подход. И наш подход, несмотря на то, что там есть слово биопрепарат, это подход агротехнологический, который помогает решать сложные задачи. А какой-то отдельный препарат, он может что-то улучшить, что-то не улучшить, а может быть даже сыграть на минус. Вот наша задача всегда быть в плюсе. Здесь звучит вопрос изменяющегося климата. Климат действительно у нас изменяется фантастически. Я, например, в связи с коронавирусом, жил какое-то время в апреле месяце в деревне в Карачаево-Черкесии, и у меня ночью были минусовые температуры. А поехал на Урал, на Южный Урал, в середине апреля месяца, проведать маму, которой исполнилось 90 лет. И там я неожиданно для себя обнаружил, что там ночью плюс 16 градусов. А когда в мае мы стали работать, подключилась Омская область. На Урале в тот момент было 30 градусов, а в Омской области 40 градусов. При этом на юге было все непонятно, то холодно, эти минус 12 градусов, которые уничтожили, или большие площади, или там снизили в несколько раз урожай. И мы про это тоже будем разговаривать, что делать, если вдруг мороз придавил посевы. У нас есть опыт с 2008 года. Так уж получилось, что на Украине, в Харьковской области, были такие же морозы в 2008 году. И меня пригласили, 2008-2009, вот я сейчас точно не помню. Меня пригласили, попросили решить, что делать, когда такие последствия, потому что обычно эти последствия могут уничтожить практически весь урожай. Ну что мы и видели на юге Ростовской области, в Азовском районе. И Петр Григорьевич Ратушный будет рассказывать о своем опыте. То есть ситуация наисложнейшая была в этом году. Мы тогда решили, и получается какой-то случайный опыт на Украине больше 10 лет тому назад, пришелся к месту в Ростовской области. И история будет рассказывать здесь Сергей Васильевич Мернов, фермер из предгорного района Ставропольского окрая, у которого стоял шикарный картофель в начале июня, а 12-го числа прошел Град, и который от этого картофеля оставил одни пеньки. И был вопрос вообще, что полная катастрофа или что-то можно сделать. А у меня такая же история была в прошлом году. Бабушки-садоводы в Челябинской области, в городе Магнитогорске, Град у них вырубил томаты, и эти бабушки пытались хоть что-то получить. И вот ту технологию, которую придумали бабушки в Магнитогорске, в Челябинской области, мы применили в предгорном районе Ставропольского окраина. То есть есть очень интересная идея перенесения вот этого опыта, и сегодня я буду об этом опыте говорить. Еще я хочу задеть следующий вопрос. Обязательно его нужно задеть. Вопрос здоровья почвы. Если кто-то помнит, был такой великий почвовед Докучаев на рубеже веков 19-20-го, который написал большую книгу «Русский чернозем», и который был один отцов-основателей российского почвоведения, откуда вообще он взялся, и вообще почему мы сейчас о нем говорим. Дело в том, что на юге России в определенный момент стали снижаться урожаи. И какие бы мнения там не были, что бы об этом не говорили, в общем, единого понимания, что все-таки происходит, не было. И тогда в вольном экономическом обществе собрались там умные мужи в Санкт-Петербурге, сняли шляпу и прошли по людям, и собрали деньги. Взяли студента Докучаева, Василия Васильевича, да, по-моему, и отправили его, в том числе в область войска Донского, разбираться, почему упала урожайность. Вот все, от чего падало тогда, от того падает и сейчас, идет очень сильная деградация земель, и этот вопрос у нас только иногда в каком-то таком непонятном контексте его озвучивает. И у нас в последние годы вообще получилась трансформация понятий. То, что у нас называлось плодородием почвы, у нас сейчас перепутали с так называемым агрохимическим потенциалом урожайности, или техническим потенциалом урожайности. Когда говорят плодородие почвы, это когда много удобрений насыпешь. Вот плодородие почвы и минеральное удобрение – это разные вещи. И нам это тоже надо знать, потому что, если мы хотим решить вопрос получения гарантированного урожая в условиях изменяющегося климата, мы должны понимать, что у нас урожай зависит не от количества минеральных удобрений, а от совершенно других обстоятельств. И если мы правильно понимаем, мы можем тогда этим процессом продукционно управлять. И даже в самых тяжелых условиях получать урожай. Я перейду презентацию. Последние дни мне пришлось выступать в Татарстане. Там было 4 дня поля. Нам пришлось выступать в Нижегородской области. В Татарстане вообще наши наработки за последние 3 года лили в основу аграрной политики на 2021 год. Ну, попозже, может быть, я остановлюсь на этом. То есть, там на уровне правительства обратили особое внимание. И мы на хозяйстве министра, замминистра сельского хозяйства по растеневодству Ильдуса Харесича и Габдархманова работали и получили на яровых среднюю урожайность в прошлом году 56 центеров себестоимостью 3,5 рубля. Но у нас, в принципе, по стране очень тяжело получить себестоимость ниже 6-7 рублей. А здесь вот как раз технология – это увеличение урожайности и одновременно снижение себестоимости. И все, что я буду рассказывать, это в рамках нашей общей большой темы необходимость и возможность смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве. Теперь, я думаю, нам лучше рассказать про опыт хозяйств, а потом обобщение сделать. Или вначале сделать обобщение, а потом про опыт хозяйств. Так как вы считаете? Не, как вы скажете. Давайте вот это. Сейчас я этот. Вы же, простите, у нас тут небольшие сложности с некоторыми. Ну, использование стиммикса в системе листовых подкормок для восстановления растений, пострадавших от стихийных бедствий. Юг России, 2020 год. Я расскажу, но потом подробнее Петр Григорьевич расскажет. Вот то, что он прислал, фото своих полей. Это, по-моему, было начало числа 6 апреля. 6 апреля, 4 апреля. То есть, мы видим, что на поле слабо развившаяся пшеница, она в таком состоянии, что все его соседи, они задисковали. Те, которые оставили лучшие поля, получили, если мне помнится, вот мы встречались с Андреем там и другими фермерами района, но не больше 20 центнеров. Вот так выглядело поле. Я думаю, что у вас будет это лучше выглядеть. Но мы видим, что пшеница погибла. В таком же состоянии было примерно до 30% полей север-северо-восток Ставропольского края. Так же, да? Вот. И огромные потери, я не знаю, как фермеры будут выходить из этой ситуации. И был вопрос, вообще можно ли что-то сделать здесь? Или просто поднять руку, вот так вот ее опустить и сказать, Бог дал, Бог взял. Ну, что можно еще сказать? И когда Петр Григорьевич ко мне обратился, я ему сказал, что Петр Григорьевич, ну давай попробуем. Что нам, как это сказать, мешает попробовать? Попробовать недорого. И мы начали систему некорневых обработок. Вот это вот где-то, наверное, две обработки некорневых. Это еще одна. Это еще одна. Причем, что мы сделали? Мне, чтобы заставить растение расти, я решал несколько задач. Ну, во-первых, мы дали, конечно, питание. Питание дали жидкое, потому что, когда кто-то болеет, вот человек, например, ему делают капельницу. Ему делают все вот в маленьком-маленьком количестве. И мы использовали карбамид или касс? Касс. Карбамид. Карбамид. Второй момент. Меня очень сильно пугала вот эта вот масса погибших растений, потому что, если есть погибшая органика, это сразу цепляется огромное количество болезней. И был вопрос, как нам сделать так. То есть мы решали несколько задач. Как заставить расти растение и как предотвратить болезни. И мне пришла в голову такая мысль. У нас есть препарат для разложения прожневных остатков. Он называется Стимикс Нива Б плюс 30. Одновременно он очень сильный фунгицид. Его можно применять как фунгицидный препарат. Его можно применять как фунгицидный препарат. И мы вместе с карбамидом добавили туда Стимикс Нива Б плюс 30. Большое количество целлюлозелитиков. Я сказал Пётр Григорьевич, мне будет интересно, что микробы, когда у тебя растения начнут расти, ты не увидишь погибших растений вообще. И Пётр Григорьевич действительно потом звонит и говорит, что там подшерсток должен быть такой мертвый, сухой. А подшерстка не было, он растворился. Третий препарат, который мы добавили в схему, мы добавили туда Стимикс Стандарт. Это препарат получен путем микробного гидролиза. У нас его очень любят бабушки в разных концах нашей большой страны. И вот мы тут как бы эти пузырьки поставили на стол, и народ уйдет и должен обязательно попробовать у себя на огороде. Особенность этого препарата заключается в том, что кроме всяких там добавок, которые там есть, там есть аминокислоты, там есть продукты, брожения, которые сделали микробы, они биологическую активность имеют. Кроме того, что там есть кремний, который расширяет лист, кроме того, что там много-много всего есть, этот препарат меняет так называемый редокс-потенциал воды. Что такое редокс-потенциал? К сожалению, в сельском хозяйстве это понятие забыли. Редокс-потенциал – это физическая характеристика воды, физическая характеристика раствора на основе воды, которая измеряется в физических параметрах. То есть мы в сельском хозяйстве привыкли использовать понятие из химии и понятие из биологии. Это вообще понятие откуда-то упало, но оно пришло из физики. И оказывается, есть свободные электроны, все это измеряется. Редокс-потенциал, если мы добавляем литр стимикса в раствор карбамида, у нас раствор становится минус 250, минус 30. И если мы начинаем растение кормить вот этой смесью, то весь этот карбамид и микроэлементы, и фосфор, который мы туда добавляем, влетает в растение со скоростью экспресса, со скоростью поезда. И вызывает какой-то бурный рост. Очень трудно вообще, как бы сказать, представить, что вот это вот можно сделать за сколько дней? За 10 дней? Да, ну не отмечал так, но заметно. Ну то есть, когда на картофеле у нас, помню, когда в 2009 году мы с Редокс препаратами играли, мы получали до 15 сантиметров за сутки роста. Ну, Сергей Васильевич, он скажет, что такого скорости не было, но скорости сантиметра 2-3 было, да? После града, да, после града, да? Да, после града. Продолжение следует...